здравствуйте друзья давайте послушаем как эти наши чудо взыскатели сами путаются в той информации с которой им приходится работать я могу себе представить что за инструктажи не получают какое обучение не проходит и вообще что за публика итак переходим к диалогу нашего вездесущего герпеса адольфовича с сотрудницей так называемой секвой консоли дейшн крутое громкое название что за этим стоит внимание алло здравствуйте могу слушать александра владимировича я вас слушаю пожалуйста слушать меня зовут анастасия дофтаровна звонок поступает вам в компании ау секвой кредит консоли дейшн названием вам по поручению вашего кредитора микрофинансовую организацию жаем онлайн информироваться за эти разговора будьте добры дата рождения вашему зритель нет меня нет никакого уведомления о том что мой кредитор передал права за искание какому-то еще третьему лицу я не знаю это было прописано у вас это было прописано было прописано да договор составляется на основании закона существующих верно да а двести тридцатый федеральный закон части статьи 9 о чем гласит соглас уведомили о том что ваш кредитор передал как это где где уведомление где где а чё не на столбине знаете что гласит статья 9 30 федерального закона уведомление должника привлечение нового лица для осуществления взаимодействия с должником кредитор в течение 30 слушайте внимательно кредитор в течение 30 рабочих дней я до конца прочитаю не заголовок даты привлечения нового лица для осуществления должником взаимодействия направленного на возврат просроченной должности обязан уведомить об это должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом предусмотренным соглашением между кредиторами и должниками но непосредством телекоммуникационной связи уведомлений должны быть указаны предусмотренной частью 7 статьи 7 настоящего федерального закона сведения о лице указанном в части 1 настоящей статьи пожалуйста статью 7 часть 7 прочитайте пожалуйста да конечно сейчас одну секундочку друзья давайте вот там она перебивала а здесь вот с чувством с толком с расстановкой сейчас прочитаем и так статья 7 часть 7 во всех сообщениях направляемых должнику кредитором или лицом действующим от его имени и или в скобках в его интересах в целях возврата просроченной задолженности посредством посредством почтовых отправлений по месту жительства или место пребывания должника обязательно указываются информация кредитории ну тут вот перечисляется какая информация сведения договорах фамилия имя отчества и так далее и тому подобное что она хотела этим сказать почему она привела в пример эту статью я не знаю она там вы сейчас услышите она акцент поставит на слове во всех сообщениях и она обернет это сообщение в единственный формат возможного ну собственно сообщение как такового то есть слово сообщение по и по ее мнению это только лишь смс сообщение может быть но включить голову да как я их всегда призываю делать и понять что это в общем то следствие а в первую очередь должны быть выполнены условия статьи 9 вот уведомил кредитор должника заемщика клиента своего о наличии третьих лиц и потом уже вот эти вот все моменты и вот это 230 федеральный закон он так как раз регламентирует то есть указывает коллектором вот этим вот слабоумным на правильное действие на правильные ведения вообще взыскательных мероприятий если вы вдумаетесь то вы поймете то что в принципе статья 9 230 федерального закона еще раз не поленюсь и повторю она подразумевает как таковое начало взаимодействия то есть никакого вообще взаимодействия быть не должно быть пока не произойдет вот этого уведомления официального на бланке кредитора то есть сам кредитор как выплатили обязан уведомить своего клиента должника заемщика и только после этого наступает очередь работы коллекторов если этого уведомления нет либо пришло какое-то как они говорят смс то мы с вами отчетливо понимаем что смс это можно прислать от кого угодно кому угодно официальным уведомлением это быть не может но здесь в процессе разговора герпес адольфович изо всех сил будет пытаться доказать этой тупице вот именно эти аргументы и преподнести но мы давайте с вами будем слушать что из этого все получается ну так я же должен прочитать во всех сообщениях направленных должнику кредитором или лицом действующим от его имени и в его интересах в целях возврата просроченной задолженности по средствам почтовых отправлений по месту жительства или место пребывания должника обязательно указывается информация кредитория где написано слово смс сообщение это вам подсунули во все я считаю то что вы мне сказали во всех сообщениях направленных должнику в начале чего статьи 7 части 7 конечно прям начале самой статьи 7 да я сейчас прочитаю только вот давайте вы дождитесь я сейчас прочитаю сообщениях направленных должнику кредитором во всех сообщениях направленных должнику кредитором или лицом действующего от его имени или в его интересах в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника обязательно указывать а где слово смс мне это сейчас потому что я хочу слово смс найти вы мне сами сказали прочитайте сообщениях сообщениях здесь нет слова закон не имеет двусмысленных толкований душа моя сообщения вам были отправлены ну кем 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 отправлены вами а если мне завтра еще двадцать пять человек пришлет подобные сообщения вы понимаете почему нельзя смс сообщения отправлять потому что телефон сегодня принадлежит мне а да имеет то имеете вы право что угодно себе там в права ставьте я не обязан после того что вы там себе решили в имеющихся ваших правах коммуницировать коммуницировать с вами понимаете что вы от меня хотите услышать Александр Владимирович Александр Владимирович вы не кричите пожалуйста да я не кричу у меня телевизор да 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 ну что там надо слышать о вас не кричите пожалуйста монолог не ведите и параллельно говорите да и конструктивно общайтесь верно ну конечно да 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 я так и буду делать если мы не в твоей очередь воспринимайте слово конструктивное общение в том плане когда вы хотите слышать то что вам интересно слышать а то что вы даете человеку высказаться и так говорите дальше что вы там хотите сказать я начал читать а вы мне говорите зачем вы читаете потому что я это знаю не вы мне сказали прочитайте я начал читать А вы мне говорите, зачем вы читаете? Господи, а вы на кого больше всего злитесь? На своего работодателя, на должников или, может быть, на обстоятельства, которые свели вас, вот эту вашу жизнь никчемную, к работе вот в такой структуре? А почему? Закон обязывает вас со мной разговаривать, потому что я вам смс отправил. Теперь вы должны со мной разговаривать, я вам смс отправил. Когда вы нам отправили смс-сообщение... А позавчера отправил вам, консолидейшн, теперь вы со мной должны разговаривать. А на какой номер вы отправляли? Да какая разница, на все, которые у вас здесь, а вы на какой номер, блядь, не отправили смс? Вы на какой номер смс не отправили? Александр Владимирович, Александр Владимирович, вы меня послушайте, пожалуйста. Я еще раз скажу, кредитор на основании агентского договора передал право требования третьим лицам. Я об этом ни хрена не знаю. Да это не лица, это рожи бессовестные, ясно вам? Да вы, кстати, не выражайтесь, не нужно так разговаривать. Вы еще что, меня сейчас начнете привлекать в административную ответственность за оскорбление официального лица, да? Девушка, девушка, я вам сейчас докажу, что мне похер на ваши звонки. Я с вами общаться не буду. Еще через секунду, если вы не положите трубку, я начну вас оскорблять. Секунда кончилась. Овца, клади трубку. Тварь безмозглая, лошадь сутулая. Клади трубку. Не стучи зубами. Завали пасть свою поганую. Все. В любом случае, тебе все равно суждено быть дурой по жизни до конца своей бесчемной жизни. Всего доброго. А тебе не кашляй, чтоб ты обосрал. Ну что, друзья, вот такой диалог Герписа Адольфовича и какой-то там секвой получился. Мне часто спрашивают в комментариях, а вот их привлечь надо, а почему они не уведомили вас, а почему их привлечь? Ребята, я вот этим вопросом-то удивляюсь и молчу про вопросы, когда кто-то задает, особенно из людей, кто вновь на канале, для кого это все шок. Вопросы примерно так звучат. Так выходит, по-вашему, они нарушают закон? И тут я пишу обычно в комментариях, в ответах, либо просто уже не пишу. Друзья мои, вся банковская система в Российской Федерации и все вот эти вот их шестерки, коллекторы, секвойи, там, консолидейшн и тому подобное, потребия, все они, все поголовно, они вздоха не делают, не нарушив закон. И мы живем в таком государстве, где принцип права носит заявительный характер. То есть, если кто-то нарушает закон в вашем отношении, ущемляет ваши права, предоставленные вам Конституцией, и вы молчите, а просто там, может быть, бубните, либо вдруг вы понимаете, что закон нарушен и ждете, что кто-то побежит вас спасать, вы сильно ошибаетесь. Кроме вас, в нашей стране за вас никто пальцем не пошевелит. Хочешь, чтобы закон восторжествовал, что-то делай, учись, если не знаешь, лень учиться, плати деньги, только так и никак иначе. В таком случае закон будет работать, в таком случае можно их поставить на место. Но в каком смысле на место? Не нужно питать иллюзией, что вот вы один, даже если научитесь или обратитесь к какому-то там юристу, адвокату, сможете закрыть, допустим, ВТБ-24. Не получится этого. Но я всегда призываю воздержаться от совершения каких-то глобальных революций, потому что банковская система – это тот самый фундамент, на котором наша государственность держится, в нашем демократическом, так скажем, государстве. Нет, нужно сделать революцию у себя, личную революцию в голове и научиться не выживать, а жить в тех условиях, которые для вас созданы. Перестать кого-то обвинять, жаловаться, а взять ответственность на себя и задать себе вопрос. Ну, как я говорю, а почему, собственно, это со мной происходит, и я на это смотрю вот через, скажем так, ретушь какую-то, через шторы, занавески. Вот. Если не можете такой вопрос себе задать, если не готовы взять на себя ответственность за все происходящее с вами, значит терпите. Ну, а для тех, кому действительно все это надоело и хочет разобраться во всем, я всегда отправляю в описание любого буквально ролика, где есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложена видео-презентация, как устроена работа кредитных юристов компании «Аля». Посмотрите, все поймете. Ну, за ролик предлагаю поставить лайк, подписывайтесь скорее на канал. Кто еще не подписался, в группу ВКонтакте вступайте, ссылка на группу тоже в описании ролика. Ну, конечно же, в группе ВКонтакте все наши ролики дублируются. Не забывайте делиться нашими роликами в соцсетях, как можно больше людей должно знать всю эту правду. Тогда будет небольшая, хоть небольшая, но революция с вашей помощью. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания «Аля». Всего вам хорошего, до свидания, друзья мои.